В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Химические реагенты или весенняя пыль. В Рязани планируют отказаться от песко-соляной смеси. Любимый праздник всех студентов в России отмечают День Татьяны, как прошли торжества в главных вузах города. Недешево, сердито и опасно. Очередное ЧП с участием маршрутки. На этот раз пострадал ребенок. Песко-соляную смесь, которую в зимний период обрабатывают дороги областного центра, планируют заменить реагентами. Экологи и представители городской администрации сошлись во мнении, что она наносит вред окружающей среде, а применение специальных реагентов поможет избежать пыли весной. Нововведение планируют осуществить уже следующей зимой. Это не снежный холм, а гора песко-соляной смеси. И это только часть запасов. В городе таких гор не меньше трех. Ежедневно на смену выезжают по 20 машин, которые обрабатывают смесью улицы нашего города. И у нее больше недостатков, чем достоинств. Первый значимый недостаток, то, что она работает хорошо и эффективно в диапазоне от минус 1 до минус 15 градусов. Когда температура понижается ниже минус 15 градусов, то эффективность ее падает. Перепады температуры не то, что для города, а для страны явление обычное. И опускается она куда ниже заявленных минус 10 градусов. Второй недостаток песко-соляной смеси – это сам песок. Его микрогранулы остаются на улицах до весны, если не до лета. И убрать их довольно сложно. А с первыми дождями этот недостаток легко увидеть. Песок из нее постепенно проникает в ливневую канализацию и забивает ее. В результате чего специализированная городская коммунальная служба регулярно вынуждена проводить очистки ливневой канализации. О том, что микрочастицы песка увеличивают количество пыли в воздухе и говорить не стоит. Это понятно практически каждому. Вред песко-соляная смесь наносит не только экологии и ливневым канализациям, но и автомобилям. В состав песко-соляной смеси входят и соли, которые вступают в химическую реакцию с кузовом автомобиля. Несмотря на то, что кузов автомобиля, конечно, закрыт и лакокрасочными покрытиями, и антикоррозийными обработками всевозможными, но в любом случае образовываются где-то в процессе каплантации трещины, микросколы, в которую попадает эта соль и начинает реакция. Соответственно, автомобиль начинает сильно ржаветь, особенно если попадают микротрещины и начинает скучиваться эта краска, то есть именно до того, что происходит уже эффект коррозии. С конца прошлого года возникали разговоры о том, чтобы навсегда отказаться от песко-соляной смеси. После обмена опытом с коллегами из других городов главой города было принято твердое решение применять реагенты. Со следующей зимы наши улицы будут обрабатываться веществом под названием «Бионорт». Это разработка Уральского завода противогололедных материалов. Достоинством этой смеси является то, что этого реагента, то, что он работает в температурном диапазоне от минус одного до минус тридцати. В состав его входит помимо соли натрия, хлорида натрия, ходят хлорида калия и хлорида кальция. За счет такого вот уникального состава все недостатки песко-соляной соли нивелируются. «Бионорт» растворяется полностью, поэтому количество пыли в городе в другие сезоны заметно уменьшится. Компоненты реагента практически безвредны для обуви, резин машин и меховых изделий. По словам директора муниципального бюджетного учреждения дирекции благоустройства города, «Бионорт» сертифицирован как полностью безопасный для здоровья. Переход этот ввиду организационных и технических причин не может быть совершен разово. И поэтому ведется речь в настоящее время о поэтапном переходе. В первую очередь глава поставил задачу перевести на обработку реагентом улицы исторического центра. Ну, конечно, это прежде всего свобода Ленина. Финансовая сторона вопроса не менее интересна. Реагент «Бионорт» стоит дороже песко-соляной смеси, но есть и веское «но». Это дополнительные деньги, которые тратятся на устранение последствий от смеси, такие как пыль, грязь и чистка ливневых канализаций. Возникает другой вопрос. Куда тянутся эти горы песко-соляной смеси? Она будет израсходована. То есть мы пойдем от центра к периферии. Пока вне исторического центра обработка песко-соляной смеси пока будет продолжена. Правда, эксперты технического обслуживания с абсолютной безвредностью нового реагента не согласны. Вред останется, я думаю, что таким же, судя по химическому составу данной смеси. В ее состав входят такие же соли, только они несколько в другом виде. Рекомендация от экспертов одна. Почаще заезжать на автомойку. Особенно, если автомобиль хранится в теплом помещении. А как себя проявит новый реагент? И действительно ли он безвреден? Узнаем совсем скоро. Валерий Седов, Роман Вихров. Телекомпания. Город. Итоговая коллегия прошла в областной прокуратуре. Так, в 2017 году в регионе совершено 26 тысяч нарушений закона. При этом снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Однако есть и тревожная статистика, связанная с природоохранной деятельностью. Анна Герцовская продолжит. В 2017 году, объявленным годом экологии, прокурорами были направлены значительные усилия на соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды. За игнорирование требований экологического законодательства более 400 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, что на 34% больше, чем в 2016 году. И почти 200 человек к административной. На 37% возросло количество выявленных прокурорами нарушений законодательства о подходах производства и потребления. По их мерам реагирования приняты меры к ликвидации более 250 мест несанкционированного размещения отходов. В ходе совместной работы с Рязанской природоохранной прокуратурой в судебном порядке решен вопрос о понуждении Министерства природопользования области установить охранные зоны 82 памятникам природы и поставить их на кадастровый учет. Огромная работа была проведена прокуратурой области и по другим направлениям. Благодаря слаженным действиям в прошлом году удалось добиться сокращения количества преступлений в среднем на 10-12% лицами ранее несудимыми, не имеющими постоянного источника дохода, в состоянии опьянения. А преступность среди несовершеннолетних снизилась почти на 50%. Кроме того, большое внимание было уделено тем, кто уже оказался в местах лишения свободы. Например, в минувшем году была проведена проверка соблюдения законодательства, регулирующая привлечение осужденных к лишению свободы к труду, по результатам которой в адрес должностных лиц УИС Рязанской области внесено 12 представлений. Нарушения устранены. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. В таком же ключе прокуратура области намеревается действовать и дальше. Миролюбивым гражданам региона также было уделено большое внимание. Достигнуты положительные результаты по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оплаты труда. Мерами прокурорского реагирования удалось сократить, а на отдельных предприятиях ликвидировать задолженность в сумме более 180 миллионов рублей. Серьезное внимание уделялось соблюдению земельного миграционного законодательства, законодательства о государственной и муниципальной собственности в жилищно-коммунальной сфере, контрактной системе закупок, оборонно-промышленном комплексе, безопасности, дорожного движения. Стоит сказать, что уже по итогам прошедшего года повысилась активность государственных обвинителей в процессе, по инициативе которых судами области вынесено 132 представления. Кроме того, не уменьшалась роль прокуроров в гражданском административном судопроизводстве и арбитражном процессе. Анна Герцовская, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Лучшие друзья полицейских при расследовании причин возгорания – это эксперты испытательной пожарной лаборатории. 26 января подведомственная МЧС «Структура» отметит более чем полвека со дня создания. Злой умысел, неисправность электропроводки или природная стихия. Практически со стопроцентной вероятностью эти специалисты могут ответить на вопрос, что конкретно привело к возгоранию. Откуда такая уверенность узнавал Валерий Седов? По этому образцу можно выявить его причастность к причине возникновения пожара. То есть определить, причастен ли непосредственно вот этот образец к причине пожара. Специалисты Рязанского судебно-экспертного учреждения пожарной службы способны выявить причину пожара по любой мелочи. Этот прибор называется рентгенофазовый дифрактометр. Он исследует металлические проводники, а после выдает ответ, является ли короткое замыкание причиной пожара или оно произошло после. Одно исследование занимает не более получаса. На этих рентгенограммах видно наличие двух пиков. Это пик оксида меди и пик меди. Путем соотношения площадей этих пиков можно вычислить коэффициент, который позволяет нам определить первичность либо вторичность короткого замыкания, а точнее выявить в каких условиях происходило замыкание до пожара. Прентгенограммам специалист делает вывод, что пожар произошел из-за короткого замыкания. Подобные исследования специалисты Рязанского судебно-экспертного учреждения пожарной службы проводят больше 50 лет и качество их работы оценивали не раз. В 2017 году наши сотрудники, как и наша лаборатория в целом, в очередной раз заняли первое место в Центральном федеральном округе на профессиональном конкурсе. Наши сотрудники вообще неоднократно занимают призовые места как на уровне федерального округа, так и на всероссийском профессиональном конкурсе. За 2017 год эксперты пожарной лаборатории совершили 134 выезда на места пожаров. Было вынесено практически 200 заключений по установлению причин возникновения огня. Сотрудники лаборатории показали на конкретном примере, как проходит работа. На обычный деревянный брусок капнули немного бензина и подожгли. И после начали искать следы легковоспламеняющейся жидкости с помощью газоанализатора. Вот мы видим, что он показывает сейчас ноль в нормальном положении. А теперь, когда мы поднесем прибор, очень большие значения, что свидетельствует о очень сильной концентрации горючего вещества в этой зоне. Ну и, как правило, из этой зоны в дальнейшем происходит изъятие объектов для исследования непосредственно в лаборатории. С места пожара в буквальном смысле вырезает участок, на котором присутствуют следы топлива. В лаборатории происходит процесс пробоподготовки. Образец замачивается в специальном веществе. Оно вытягивает горючую жидкость. Весь процесс может занимать сутки. А после в дело вступает другой прибор – хрономатограф. И весь анализ происходит путем закалывания с помощью специального шприца жидкости внутрь хроматографа. По результатам мы получаем такого вида хроматограмму с обозначением веществ, которые входят в состав той жидкости, которую мы закалываем. Это хроматограмма светлых нефтепродуктов, скорее всего, бензин. У нас имеется наличие пиков алканов, которые дают нам основание так предполагать. Это только два примера. За много лет своего существования эксперты провели не один анализ и вынесли тысячи заключений. К тому же лаборатория постоянно совершенствуется, а специалисты проходят курсы повышения квалификации. 26 января Рязанской пожарной лаборатории исполняется 53 года. Нам бы хотелось пожелать экспертам холодного ума и успехов в работе. Валерий Седов, Роман Вихров, телекомпания «Город». Маршрутки Рязани недешево, сердито и опасно. Сообщения об авариях с участием маршрутных такси в областном центре появляются регулярно, почти каждую неделю. На бесшабашную езду водителей микроавтобусов жалуются и пассажиры. На этот раз пострадал ребенок. С целью прибыли водитель позволил войти большему количеству пассажиров, чем транспорт вмещает. И школьника буквально затолкали. Продолжит Анна Герцовская. Множественные аварии с маршрутками, произошедшие в Рязани за прошедший год, получили продолжение. Только за первые два дня этой недели три пешехода были сбиты водителями маршрутных такси. Однако аварией признается не только ДТП с участием двух и более автомобилей, но и происшествия внутри транспортных средств. На днях в сети появилась фотография юной Рязанки. Ее мама поделилась своим негодованием в интернете. Хочу поделиться своим ужасом. Моего ребенка сегодня затолкали в маршрутке, в результате чего под глазом зреет фонарь и царапина над бровью. Огромная просьба, пожалуйста, будьте хоть немного человечнее. У нас маршрутки и автобусы не раз в час ходят. На всех местах хватит. На самом деле проблема переполненности маршруток ложится на плечи самих водителей. Только они могут предотвратить давку в микроавтобусе. Здесь важно помнить, что любое происшествие, такое как падение пассажиров в салоне маршрутного транспортного средства, также является дорожного транспортного происшествия. И оформляется по всем правилам оформления ДТП. Давка в маршрутке может привести не только к травмам, пример которых мы привели выше. Люди, проезжающие в микроавтобусе стоя, больше сидячих пассажиров подвержены падениям. Кроме того, в переполненной маршрутке преступникам легче совершить кражу. А пассажиры и вовсе могут испортить свои вещи, такие как пальто, сумки или обувь. Если водитель сам не предпринимает мер по соблюдению правил перевозки пассажиров, люди должны стать более благоразумными. Ведь в действительности маршрутки двигаются не с такими уж большими интервалами. При перевозке пассажиров в салоне маршрутного транспортного средства, сверхустановленного количества, водителю грозит административный штраф в размере 500 рублей. При этом водитель привлекается к административной ответственности по части 1 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. За 2017 год сотрудниками госавтоинспекции Рязанской области было выявлено порядка трех тысяч подобных нарушений. При этом более двух с половиной тысяч только в областном центре. Так что граждане, которые влезли в так называемую банку со шпротами, должны быть готовы к тому, что и в этом случае они могут опоздать на работу, если микроавтобус остановят сотрудники ГИБДД. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сегодня день российского студенчества. По имени покровительница учащихся вузов его называют также Татьянин день. В храмах в этот день проходят торжественные службы, а студенты не упускают возможности отметить. 25 января каждый по-своему. Старт торжествам дал губернатор региона Николай Любимов. Главным местом празднования дня студента стала площадка перед радиоуниверситетом. Здесь собрались представители всех вузов. С поздравлением выступил глава региона. Помимо знаний и хорошей профессии пожелал любви. Кульминацией праздника стал выход императрицы Елизаветы Петровны, а точнее выезд. Царицу, утвердившую праздник еще в 1755 году, к сцене подвезла беспилотная мобильная роботизированная платформа. Повелеваю в сей день считать днем всех студентов и молодежи, наукой и просвещением занимающихся. Самые успешные студенты получили из рук губернатора почетные грамоты, а все Татьяны, оказавшиеся на празднике, участвовали в забеге за кубок ВДВ. Победила представительница института МВД. Начинаем хорошо, а дальше как получится? Будем представлять свой университет на высшем уровне. Самым приятным моментом праздника стало прощание с сессии. Ее в компании синих воздушных шаров отпустили в небо. После праздника на улице Николаю Любимову показали рязанский бизнес-инкубатор при радиоуниверситете. Здесь реализовывают инновационные проекты и занимаются бизнес-продвижением перспективных научных разработок. В конструкторском бюро «Аврора» вовлощают идеи беспилотных разработок в сфере сельского хозяйства и военной промышленности, а в Центре аналитических исследований изучают структуру микро- и нанообъектов. На кафедре космических технологий имеются современные хорошо оснащенные учебно-научные лаборатории. Здесь проектируют высоконадежные бортовые и наземные системы для аэрокосмических аппаратов и разрабатывают средства космической навигации и дистанционного зондирования Земли. А этот робот умеет повторять движения человека. В завершении экскурсии Николай Любимов провел встречу со студентами в рамках проекта «Диалог на равных» и ответил на интересующие молодых людей вопросы. Алена Куколева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Отмечаю Татьянин день студенты и других рязанских вузов. В медицинском университете в этом году дата особенная. Празднуют 75-летие со дня образования университета. Будущие врачи приняли участие в большом флэш-мобе. Ирина Ковалева подробнее. Цифра 75 венчает огромные часы с движущимися стрелками. В их центре главный символ России, а вокруг флаги государств, граждане которых на сегодняшний день обучаются в РязГМУ. Именно так в день российского студенчества открыл год один из крупнейших профильных вузов Центрального Федерального округа России. Этот год для РязГМУ станет особенным, ведь в 2018 исполняется ровно 75 лет с момента его образования. Поздравить студентов и всех Татьян приехала председатель Рязанской областной организации профсоюза работников здравоохранения Наталья Шамбазова, а также заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Павел Симаков. Студенчество это самая бурная, самая счастливая пора нашей с вами жизни. И я хочу пожелать вам самое главное. Берите от каждой секунды студенческих лет все по максимуму. Учитесь, развивайтесь, знакомьтесь, дружите, делайте новые проекты, совершайте открытия. Все в ваших руках. Студенчество всегда отличалось самым бурным темпераментом. Даже сегодня, смотрите, мы пугаем всех тех, кто пришел за шубу в МКЦ. Собой, флешмобом в честь 75-летия Рязанского государственного медицинского университета. И, конечно, долгих лет жизни РязГМУ. Я надеюсь, что мы соберемся здесь и на 100-летие, и на 110, и 115, и будем праздновать, потому что наш вуз лучший в России кузница медицинских кадров. Из его рук самые активные студенты РязГМУ получили почетные грамоты. Ну а после они рассказали нам, каково это быть студентом Рязанского государственного медицинского университета. Очень ответственно. Очень тяжело. Да. Но позитивно очень. Мы уже на данном этапе понимаем, какая на нас лежит огромная ответственность. В будущем. И мы с гордостью хотим стать лучшими врачами. Не секрет, что в РязГМУ приезжают поступать со всего мира. С течением времени исконный русский праздник становится значимым днем и для иностранных студентов. Мороз, солнце и легкий снежок не испугали даже тех, кто учится в России первый год. Быть частью этого празднования и представлять здесь свою страну для нас это значит очень много. Большое спасибо за такую возможность и за ту теплоту, с которой Россия нас принимает. После окончания мероприятия на Площади Победы студенты отправились в свой вуз для того, чтобы продолжить празднование. Ну а нам остается отметить, что этот флешмоб стал первым в целой череде мероприятий, посвященных юбилею Рязанского государственного медицинского университета. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Студенческий десант высадился и в ГИБДД по Рязанской области. Учащиеся автотранспортного техникума увидели всю работу инспекторов изнутри, как принимают экзамены на права, как работают с людьми и как заполняют документы. Также студенты узнали о трудовых буднях сотрудников полиции, об истории создания и специфике различных направлений службы госавтоинспекции, а также об основных целях и задачах, поставленных перед ГИБДД. На этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.tv. Мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего завершения дня. Субтитры создавал DimaTorzok